Добрый день! В прямом эфире Hello2Life в студии работы Джолдош Исаков. В целях улучшения пастбищей для смешанного посева с пастбищными травами на пастбищах к обминам, закупленные на конкурсной основе, семена эспарцета в количестве 66,5 тонн на сумму больше 8,638,000 сомов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства. Кроме того, Кабмин принял решение выделить средства на дотацию семенных хозяйств для улучшения семенного фонда и поддержки наших крестьян. Об этом подробнее мы сейчас поговорим с нашим гостем Бакетом Амбетовым, директором Департамента по экспертизе сельскохозяйственных культур, Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Бакет Амбетович, добрый день! Первый вопрос начнем с тех действий, которые сейчас предпринимаются Кабинетом министров. Как будет действовать этот механизм? Расскажите нам, пожалуйста, подробнее. День добрый. Механизм государственной дотации заключается в том, что он предоставляется семеновским хозяйствам, которые имеют официальный статус, утвержденный постановлением Кабинета министров Кыргызской Республики. Дея семеновских хозяйств производят сертифицированные семена пшеницы, ячменя, кукурузы, эспарцета, картофеля, элитных семян, первой и второй репродукцией. Семена, значит, датируются семеновским хозяйствам на 30% от стоимости семян. Если, скажем, например, про яровую пшеницу, первая репродукция, если семена стоят 38 сомов, то, соответственно, фермеру эти семена предоставляются по 26 сомов. Вот эту разницу покрывает государство? Да, эту разницу покрывает государство именно семеновским хозяйством, имеющим статус. На сегодняшний день к нам поступило заявок на 5197 тонн, общий объем семян датационных. На сегодня мы заключили договора уже с 10 семеновскими хозяйствами, общий объем 348 тонн. Также фермеры уже начали приобретать, так как с резким потеплением фермеры начали приобретать уже семена. На сегодняшний день уже 282 тонны семян выданы посредством дотации нашим фермерам. Расскажите, пожалуйста, кто состоит в этом списке семенауческих хозяйств, как туда эти организации попадают, какой они контроль проходят? В этом списке состоит на сегодняшний день у нас по действующему постановлению 96 семенауческих хозяйств. Это хозяйства, имеющие базу, имеющие земли, очистительные семяочистительные техники, всю необходимую технику для производства сертифицированного материала. Также складские помещения, они проходят каждые три года переаттестацию. В этом году у нас тоже была переаттестация. Итоги переаттестации уже внесены на согласование. Буквально на днях будет внесено изменение в постановление производства кабинета министров. Вообще, какова потребность наших крестьян, наших фермеров в пшенице в качестве семян? Насколько они могут рассчитывать, насколько вы высчитываете, должно оно обхватить? Ну, в этом году в нехватке семян у нас не наблюдается. Семян у нас достаточно. Яровой и пшеницы, также яровой очменя, кукурузы, картофель, люцерин, в принципе, семян у нас достаточно. А вообще, какой объем необходим нам? Вообще, нам необходим объем общий, если мы берем полностью пассив, это ежегодно в зависимости от структуры, в объеме где-то 110-120 тысяч тонн семян. А вот в последнее время меняется пожелание крестьян, что они сеют больше, на что идет запрос? Да, конечно, наши фермеры всегда ориентируются на рынок, смотрят на рынки, что им нужно, что в спросе в этом году, либо в следующих годах идет, наверное, конечно, спрос на кукурузу. На сегодняшний день это сахарная свекла тоже, одна из стратегических культур. Здесь бы я еще хотел добавить, что мы на сегодняшний день тоже разрабатываем, так сказать, механизм с семеновыми хозяйствами по испытанию новых культур, высокомаржинальных культур. Это такая, например, как стручковая фасоль, бруссельская капуста, либо сорга на зерно, лен масличный по масляничным культурам, по кукурузе, сладкой сахарной кукурузе. В этом году мы запланировали уже посевы в некоторых семеновических хозяйствах, где мы хотим провести демонстрацию, показать фермерам их эффективность и насколько они рентабельны на сегодняшний день. Какие ваши ожидания от подобных экспериментов? Потому что довольно часто и ваше руководство, и ваши коллеги приходят, мы часто говорим о такой теме, как рентабельность, маржинальность посева тех или иных культур. Конечно, нам надо экспериментировать, мы должны об этом думать. Какие результаты будут по вашему прогнозам? На сегодняшний день наша задача именно вырастить эти культуры, так как они на сегодняшний день у нас в Кыргызстане, можно сказать, не производятся. Мы хотим попробовать высадить их, вырастить, показать фермерам. Мы думаем, если все будет удачно сложено, хороший урожай, если получится, я думаю, что результаты будут хорошими. В последующие годы мы уже фермеров к этому приложим, потому что на сегодняшний день у нас есть агрегаторы, переработчики, которые готовы закупать, скажем, ту же самую продукцию, стручковые фасоли, либо бруссельской капусты, либо даже по плодово-ягодным культурам, это черешни, клубники, малины. А вообще вопрос приживаемости, Багаталан Пекович, он стоит? Какие культуры, скажем, будут иметь меньше проблем с приживаемостью в нашем климате, на нашей земле? Ну, в принципе, у нас климат, я скажу, что, в принципе, благоприятный. У нас много культур хорошо приживается. Вот, например, скажем, по клубнике итальянские сорта у нас сейчас воспроизводятся. У нас есть питомники, которые завозят и также производят саженцы, например, клубники. Эта клубника, вы сегодня знаете, она на рынке очень востребованная, она экспортоориентированная, сорта этой клубники. Ну и мы думаем, что по этим овощным культурам тоже, в принципе, приживаемость будет хорошая. Но результаты покажут, мы покажем это и в соцсетях, соответственно, и фермерам тоже покажем. Ну, чтобы фермеры уже наглядно увидели, да? Да, мы фермеров туда и пригласим, прямо на место пригласим, на месте покажем, расскажем технологию выращивания и, соответственно, рентабельность данной культуры. Такой вопрос, который будет пристекать из нашей беседы, как фермеры смогут получить высококачественные сертифицированные семена, как вы сказали, как этот механизм работает, куда им надо обращаться? Им, я так понимаю, надо обращаться напрямую к хозяйствам, да? Нет, фермеры на сегодняшний день обращаются в районное управление аграрного развития, они есть в каждом районе, обращаются сюда, пишут заявление, что они хотят приобрести тот или иной сорт, либо ту или иную культуру. В свое время РУАР, районное управление аграрного развития, предоставляет им возможность, адреса, в каких семеновских хозяйствах они на сегодняшний день могут приобрести данные семена. Процедура идет таким образом. Я бы здесь, конечно, воспользовался случаем и обратился бы к фермерам, что посев сертифицированных семян и вообще использование качественного сертифицированного материала, это заблаговременно, можно сказать, они уже закладывают, так скажем, для хорошего урожая шаг-то делая вперед. И вот вопрос о качестве этих семян, он довольно часто задается и фермерами. Насколько с годами мы понимаем, что семенной фонд ухудшается сам по себе, потому что его засеют, сейчас как с этим обстоит дело, возникают ли с этим вопросы, Абгристиан? Ну, здесь, смотрите, семеновское хозяйство, прежде чем получить сертификат на свои семена, они высеивают их на чистых полях, соответственно, на орошаемых полях. Мы проводим апробацию данных посевов, значит, там должна быть идентичность сорта, если, скажем, сорт посеять нутанс, то должен быть только нутанс, больше никаких видов культур других. Чтобы смешивание культуры не происходило? Да, смешивание культуры не должно быть, даже других сортов не должно быть рядом. Даже уже не говоря о культуре. После апробации семеновские хозяйства убирают данный урожай, правы производят очистку, после очистки наши специалисты отбирают на анализ пробы, после этого в лабораторных условиях мы проводим анализ на чистоту, на энергию прорастания и на всхожесть данных семян. И только после этого, если они проходят по всем стандартам, только после этого выдается им сертификат на эти семена. Так что я могу сказать, что с уверенностью, что семена качественные. Фермерам надо обращаться, как вы сказали, в районное агроуправление. В районное управление аграрного развития. Аграрного развития. Вторая тема, о которой мы и говорили. Кабинам закуплены на конкурс на основе семена из парацетов в количестве 66,5 тонн на сумму, почти 8 миллионов 700 тысяч сомов. Когда они закуплены и откуда? Скажите нам, пожалуйста. Они закуплены буквально в ближайшее время. Семена уже прибыли в республику. Анализ был отобран. Семена были проверены дополнительно. Хоть мы и признаем сертификаты соседних государств, также и наши сертификаты признаются там. Но для полной достоверности мы по приходу семян отобрали анализы, проверили. Семена соответствуют своему качеству. Они уже допущены, да? Да, они уже допущены. Этот сорт имеется в нашем реестре. Семена были закуплены из России. И они будут использоваться для подсева на пазбищных наших площадях, где уже, можно сказать, на сегодняшний день пазбища деградировали. Это для улучшения пазбищ. Они будут смешиваться, в свою очередь, с пазбищными семенами пазбищных культур. Как это происходит технически? Это прям фактический посев идет, да? Над нашими пазбищами? Да, да. Вы все правильно. И это делается для поддержки тех... Это для улучшения наших пазбищ, для того, чтобы... Которые подвержены деградации за много лет использованы. Да, да, да. Потому что на сегодняшний день действительно деградированы. Пазбища стали дальними. Наши фермеры скот гоняют уже на дальние пазбища. Здесь получается... Все выше и выше. Да, да. С улучшением этих пазбищ появится возможность для выпаса скота на этих пазбищах. Ну, соответственно, после высева один год там нельзя пасти, чтобы эти растения укоренились, так сказать, пустили корни хорошенько. И, в принципе, со второго года... Я так понимаю, это многолетние растения? Да, это многолетние растения. Они, в свою очередь, вырастают. Также, сказать, природой бросают обратно семена. И, так сказать, процесс идет сам по себе. Да. Это уже на улучшение. Да. Расскажите, пожалуйста, куда они будут направлены? Они направлены по всем областям республики. То есть, у нас потребность в этом везде, в принципе? Да, в принципе, везде, да. Каждую власть, да. И в январе вы проводили встречу с Семеноводческой ассоциацией, поставщиками семян сельскохозкультур. Каковы итоги этой встречи? О чем говорили вы? Какие предложения, может быть, поступали от вас и от ваших коллег? Да, вы правильно подметили. Мы в январе встречались с ассоциацией семеноводческих хозяйств, а также с поставщиками семян на сегодняшний день. Были заключены между нами меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве, и в обеспечении наших фермеров качественными семенными материалами на сегодняшний день. Это семян кукурузы. Тот же самый разговор был о высокомаржинальных новых культурах. Мы попросили их рассмотреть за границей, новые культуры, высокомаржинальные, которые мы могли бы на сегодняшний день испытать в нашей республике и в дальнейшем рекомендовать нашим фермерам. Вообще, еще раз, у нас была целая неделя, которая касалась развития сельского хозяйства. Недавно проходил форум «Агродиалог», он был в Бишкеке и Ваше. Приходили ваши коллеги из других отраслей сельского хозяйства. С какими вопросами к вам обращались на форуме, какие вопросы поднимают отечественные фермеры, может быть, предложения, вопросы, просят оказать помощь, в каком направлении? По дотации, кстати, было пару вопросов, где мы могли бы приобрести семена, в каком семеновском хозяйстве мы могли бы приобрести данный сорт. Эти информации были все предоставлены фермерам, там же на «Агродиалоге». Вообще, я скажу, что «Агродиалог» получилась очень хорошая такая платформа информационная, где в действительности были вопросы, которые до нас не доходили, мы там услышали их. Ну и информация, которую мы работаем над чем, она тоже была предоставлена фермерам. Я думаю, что фермеры тоже много чего там увидели и услышали на данном «Агродиалоге». Были, конечно, и вопросы по саженцам, где мы могли приобрести саженцы, скажем, облепихи, клубники, малины. Эта информация тоже была предоставлена. У нас есть питомники, где на сегодняшний день мы фермеров просим дать заявки для определенного объема саженцев, чтобы наши питомники могли к 2025 году, к весне, так сказать, к посадке подготовить количество данных саженцев, чтобы предоставить их дальше фермерам по, так сказать, приемлемым ценам, потому что это производители уже наши. Они ведь саженцы будут произведены здесь, в Кыргызстане, в наших питомниках. Соответственно, себестоимость будет меньше и цена будет ниже. Тем самым, это тоже на сегодняшний день высокомаржинальные культуры. Такие были вопросы. Много было вопросов. Вот сейчас у нас на Рынской области хотели бы они высаживать облепиху, смородину черную. В этом направлении идет работа. Про облепиху Вы говорите, я помню, в детстве возле рек, в горах, столько было облепихи и не пройти. Сейчас облепиха вообще, предела ее очень мало стало, да? Нет, это облепиха имеется. Но это облепиха у нас дикая. А есть облепиха садовая. Она более крупная размером. У нее, значит, более транспортабельная. Ее можно как бы экспортировать. Она может лежать в рефрезераторах и перевозиться. Речь идет о садовом. А, в таких уже культурах, да? Да, да. Уже о культуре идет уже более масштабно. Производство данной культуры. На сегодняшний день в Тюбском районе у нас посажено 25 гектаров такого сада. Он как экспериментальный на сегодняшний день. В принципе, в этом году мы уже первые результаты увидим. А откуда эта облепиха? Эти облепихи в основном с Европы идут. Европейская. Она приживается? Да, да. Конкретно на этом примере, да? Учитывая наш климат и учитывая то, что у нас есть дикая облепиха, я думаю, культура должна прижиться. Они уже испытаны, внесены в реестр сортов и гибридов допущенных, использованы на территории Крыгызской Республики. Спасибо за ваши ответы. Еще раз напомним, в целях улучшения пастбищей для смешанного посева с пастбищными травами на пастбищах и борьбой с деградацией этих пастбищ, Кабминам закуплены на конкурсной основе семена эспарцета в количестве 66,5 тонн на сумму 8 638 000 сомов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства. Также стало известно, что Кабмин выделяет средства на закупку сертифицированных семян. Это как в виде дотации и помощи нашим отечественным фермерам. Об этом также сообщила пресс-служба. И более подробно о проблемах в этой отрасли мы поговорили с нашим гостем Бакэтом Мамбетовым, директором департамента по экспертизе сельскохозяйственных культур, Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на канале ЛТО 24. До свидания.